Всем привет! Вы на канале Кочевники и с вами Саша и Рита. И сегодня у нас выпуск будет про еду на Пхукете. Сходим в пару очень красивых и интересных мест, посетим еще буфет и новый пляж, где будет отличный снорклинг. Погнали объедаться! Погнали! Очень хорошие предновогодние скидки, напитки с хлебом и суп в хлебушке, круассан с лобстером. Пельмешки внутри с морепродуктами. Пса с крабом островным. Место отмеченное Мишлен. Мясо очень сочное. Стейк 160 бат за 100 грамм. У них вообще не разбираюсь. Какой подводный мир, у меня аж руки трясутся. И начинаем мы сегодня наш выпуск в новом месте, в новом ТЦ. Случайно в него забрели. Он находится напротив ТЦ Джанг Цейлон. Прямо напротив. Еще один. Это более дорогой ТЦ. Здесь больше люксовых всяких вещей. И есть очень интересный фудкорт, ради которого мы сюда и пришли. Нас, кстати, спрашивали про цены на кроксы. Давайте посмотрим, какие же сейчас цены на кроксики. Александр, что вы нам скажете? How much is it? Вот самый обычный кроксы стоит 290 бат, соответственно. Это дороговато. На развалах, на таких акциях можно купить дешевле. Кстати, если вы хотели заняться шопингом в Таиланде, то сейчас самое время. Очень хорошие предновогодние скидки, реально хорошие. Избавляются бренды от старых коллекций разных. Поэтому их можно купить от 30 до 50-60% скидки. Знаете, что меня не перестает восхищать в Таиланде? Что, когда ты снимаешь на камеру, и попадают в нее люди, они никогда не скажут, типа, нет, не снимай или что-то. Всегда помахают рукой. Всегда стараются, наоборот, в кадр попасть. Привет передать. Всегда такие дружелюбные. И, ну, то есть камеры вообще не боятся. У нас же пока что люди на камеру как-то чаще всего негативно реагируют. Чаще всего. Даже если ты в магазине где-то снимаешь сразу. Кто вам разрешил снимать здесь? А почему вы снимаете? А где у вас разрешение? А здесь вот я хожу спокойно, снимаю. Все наоборот, махают ручкой. Все так приветливо. Короче, не знаю, мне хотелось бы, чтобы везде так было. Так, мы спускаемся в фуд-холл Топса. И это на минус первом этаже. Такой большой-большой фуд-корт, на котором мы еще не были ни разу. Так, и первое, что нас встречает, это вот такие странные напитки с хлебом. Это какой-то пудинг, но меня смущает хлеб. Я сначала думала, что это суп какой-то. Но здесь есть и суп в хлебушке, 140 бат стоит. Есть грибной крем с брокколи, томатный. Тоже вкусно должно быть. Есть вот такие вот сэндвичи разные, вкуснейшие, с сыром, с лососем. Я думаю, это все прекрасно. И есть у них еще вот такой вот бестселлер. Это круассан с лобстером. Здесь, видите, прям нарисована клешня лобстера. Четыреста шестьдесят четыре бата стоит. И в подарок идет еще напиток. Кофе с апельсином, я так понимаю, для любителей. Выглядит очень круто, но очень дорого, конечно. И вот такое вот у них меню. Есть завтраки, брекфасты. Вот, 95, 115, 130 бат. И это вот мы зашли только в первую-первыхую кафешку. А, есть еще вот такие новогодние напитки. Мы сейчас с вами пройдем, все посмотрим. Здесь же продаются ласточкины гнезда. Это тайский эликсир молодости и здоровья. Его очень часто в подарок дарят каким-то дорогим гостям или начальству. Вот, триста тысяч бат, ребят. Триста тысяч бат. Вот такая вот баночка ласточкины гнезд стоит. Обалдеть. Есть какие-то темные, а есть еще вот такие вот светлые. Светлые дороже, светлые. Триста пятьдесят тысяч бат. Чтобы понять цену в рублях, умножайте на три примерно. Такая будет цена в рублях. И есть еще вот такие небольшие коробочки уже по одиннадцать тысяч бат. Что у нас здесь дальше? Дальше у нас идет лосось во всех его вариациях. Вот за такую упаковку двести пятьдесят три бата. Это хорошая цена, нормальная здесь в Таиланде. В принципе, адекватная цена. Из них делают сашими. Вот. И вот можно уже сразу готовые сашими взять. Будет по триста тридцать три бата за пачечку. Есть сашими наполовину лосось, наполовину тунец. Здесь идут просто такие ряды с едой, сосиски, шашлычки всякие. Вот ценник на них. Тут же при вас это все готовят. Они еще только-только открылись. Мы к самому открытию пришли на завтрак. Сегодня картошка с сыром 80 бат. Такие шашлычки по 50 бат. В принципе, цена такая же, как и на рынке. Но здесь это все как-то культурнее, приличнее и чище, что ли, выглядит. Не могу объяснить. А еще здесь вот в такой вот штуке готовят какие-то тако-як. Вот так называется. Это пельмешки внутри с морепродуктами жареными. Тоже можно попробовать. Так. И есть еще спринг-роллы разные, интересные. Так. Ну, это закусочки всякие. Пицца по 200 бат. Это недорого. И выглядит она очень-очень хорошо. Это вот особенно с сырком, с креветками. Есть пицца с крабом островным. Тоже 200 бат. И есть хот-доги по 69 бат. Что я хочу сказать, несмотря на то, что этот ТЦ очень дорогой. Ну, в плане здесь брендовые вещи размещены всякие. Там Dolce & Gabbana и так далее. Фудкорт. Достаточно адекватная цена. Ну, то есть она такая же, как везде в Таиланде. На Пхукете, по крайней мере. На рынках такая же цена, как и здесь. Но здесь это как-то все приятнее купить, чем на рынке. Хотя на рынке, конечно, тоже есть свой колорит. Ну, как бы обычно ожидаешь, что в таких местах ценник будет x2, как минимум. Также здесь такие холодильники с готовой едой. Вот можно взять маринованный лосось с соусом. Можно суши наборчиком взять. Суши по 159 за коробочку. Рыбку. Можно вот такой вот салат взять. 299. Это, конечно, дороговато. Но вот такой вот со свежей рыбой, что ли это или с какой-то. 89. Нормальная цена. И вот суши. Суши по 129 за упаковку. Тоже хорошая цена. Также тут есть индийская еда. Чай масала. Ласи какой-то чай. И индийские всякие штучки. Соусы. Кто любит, вот тоже. Самоса есть вегетарианская. Тоже вот можно попробовать. Еще есть разнообразный рамен. Кто его любитель, посмотрите фотографии. Просто отвал башки. Пермешки. Гедзе. Вот можно взять себе здесь это покушать. Рамен цена разная. 259, 159. Вот есть вот такой вот вообще по 99. Можно себя порадовать. Но пришли мы, ребятки, сюда вот из-за этого места. Это место отмеченное Мишлен. Как необычное какое-то. Вкусное, достойное посещение. Отметка Мишлен выглядит вот так. То есть в 2022 году здесь были представители Мишлен. Попробовали еду. Она им понравилась. И они оставили свою отметку. И вот здесь написано, что этот рецепт, которому больше 50 лет. Это семейный рецепт из какой-то там провинции. Утка хрустящая, с подкопченым вкусом. И вот так называется это блюдо. Метро Рост Дак. Они советуют именно его здесь попробовать. Вот. Это номер 5 в меню. И стоит оно 100 бат. И вот так вот у них тут расположена утка. Вот она. И вот Саша себе как раз таки его и взял. Итак, ребят. Самое главное блюдо, за которым мы сегодня сюда пришли. Это утка по-пекински с рисом, бульончиком и какими-то соусами. Есть несколько вариантов этого блюда. Есть базовое 100 бат. Это половина порции мяса. За 200 бат вам сделают двойное мясо. И вот вся вот эта тарелка, все вот эти два подноса нам обошлись 220 бат. Ну что, давайте попробуем. Бульончик насыщенный, жирненький. Чувствуется очень много приправ. Не знаю, есть подозрения, что там есть либо куриный кубик, либо их очень много. Закусим рисом. И давайте попробуем ту самую уточку, которую оценили в Мишлене. Мясо очень сочное. Оно прям тает во рту. Великолепно. Давайте попробуем добавить туда соус. На это, наверное, стоит. Очень клево. Вкусно. И необычно. Попробуйте, не пожалеете. Что такое отметка Мишлен? В градации... Мишлен это вообще журнал про шины, который начал составлять список интересных мест для посещения. Это так называемые путеводители Мишлен. Заведения, которые им нравились, они отмечали либо отметками, либо звездами. За что присваивается отметка или звезда, никто не знает. Это закрытая информация самого Мишлена. И остается только догадываться. Никогда нет однозначной уверенности, дадут это богатому месту какую-то оценку. Или же недорогому, как мы сейчас здесь сидим. Звезд бывает три. Три звезды, как правило, это имены уже, там, конкретные шеф-повара и определенные дорогие рестораны. А вот одна звезда или отметка можно вполне себе позволить покушать и обычным людям, как мы с вами. Так, ну, Саша взял себе утку, как вы уже поняли. Пойдемте, я себе тоже что-то здесь выберу. Смотрите, ребят, какой стейк. Индейка и свинина хрустящая. Стейк 160 бат за 100 грамм. И он потрясающий. Пойдемте дальше. Я не знаю, на чем остановить свой выбор. Здесь столько всего. И морепродукты, и мясо, и все-все-все. Все такое необычное. Хочется попробовать. Сейчас будем думать. Кстати, денежки нужно положить на специальную карточку, так, почти на всех фудкортах в Таиланде. И уже этой карточкой расплачиваться. Если у вас здесь останется какая-то денежка, ее потом также просто можно вернуть в этом же месте, где вы ее и купили. Так, я все-таки взяла в этом месте. И прикол, здесь наличка надо платить. Конкретно вот в этой кафешке платить наличкой. Взяла себе бейгл. Это такой рогалик с лососем. И латте. Еще здесь есть у них какие-то такие напиточки или йогурты. Я даже не понимаю, что это. Из фруктов или фрукты замороженные. Без сахара, в общем. Тоже интересная штука. Но мне, конечно, больше всего вот это интересно. С хлебом. Просто почему? С хлебушком. Как супчик у нас делают. И тот же супчик. Типа хлеб остался от супа, решили туда добавить. Также, ребята, смотрите. Здесь лобстеры по 2,190. Такие хорошенькие, большенькие. И устрицы. Есть французские какие-то 119, а есть какие-то по 2,190. Не знаю уж, в чем разница. Я в них вообще не разбираюсь. Но здесь прям много видов разных устриц. Самые дорогие 279. Я так понимаю, за одно это что ли? Но это очень дорого. Но на лобстеры цена хорошая. Вот они тут все живые, пожалуйста. Просто красотень. Просто можно попробовать насладиться любым вкусом здесь. Ребят, также здесь есть еще вот такое кафе. Тоже с отметками Мишле. В 2020, 2021 и 2022 году они получали отметку. Три раза получается. И здесь тоже можно разные блюда попробовать. Но здесь вот нарисованы именно какие блюда получили отметку. И здесь цена уже, конечно, побольше. Но здесь свиные копыта. Такая вот свининка. Вот такая. В общем, все из свинины все блюда. Вон она лежит. Свинятинка. Вот. И тоже можете попробовать. Тоже все это выглядит необычно. Ну что, забрала я свой завтрак. Короче, я себе взяла бейгл с лососем. Вот. И капучино. Ну, бейгл не очень большой, но надеюсь, что я им наемся. Распаковка бублика с семгой. Так, давайте посмотрим на разрез. В разрезе мы видим семгу. Мягкий сыр. Я вижу то ли каперсы, то ли огурчики. Розовый лук. И какой-то листик салата. Рыбы не то, чтобы много, но вроде нормально. Лосось немножко подкопченый. Это добавляет пикантности этому бутерброду. Но, кстати, бублик реально бублик. Он по структуре теста ближе к нашему. Плотный. Тяжело жуется. Но вкусно. Попробовать стоит. Так, ребятки. Ну все. Ой, что с моей шляпой произошло. Все, мы позавтракали. Сейчас план такой. Едем на пляж новый. Для нас там вроде как снорклинг должен быть. Попробуем посноркать. И на вечер у нас будет потрясающий буфет с лососем, морепродуктами, мясом. Мы давно хотели в него сходить. И вот решили, что сегодня про выпуск о еде. Будет классно вставить информацию об этом буфете. Ну что, ребят, мы приехали на пляж. Пляж называется Януи Бич. Он находится рядом с пляжем Найхард. И в отличие от пляжа Найхард, он очень-очень маленький. Еще рядом мы с Промтемп находится. Но в чем его особенность? Что здесь можно взять каяк и доплыть вон до того вон острова. И говорят, что там неплохой снорклинг. Вот сегодня будем это проверять. Сейчас сезон и народу очень-очень много. Честно, мы еле как нашли местечко, где расположиться, где есть хоть немножко тени. Потому что солнце жарит нещадно. И вот можно видеть, что здесь и кораллы расположены, вот камни. Здесь можно посноркать и можно взять каяки и поплыть вон туда. Видно, что у людей это пользуется популярностью. Много кто туда плавает. И лодочки даже ходят. Вода здесь достаточно спокойная. Можно без проблем поплавать. На фоне стоят яхточки разные, катамараны. Очень много, потому что здесь спокойная бухточка. Люди плавают. С детьми очень много людей. Здесь такая вода спокойная и очень долго идет, не глубоко. Так что, пойдем сейчас узнавать, сколько стоит каяк, сколько стоит сап. И я уже очень хочу поплыть в даль туда. Смотрите, какую штуку заказали на местном Алике, на Лазаде. Это, короче, вот такая брезентовая штука. У нее еще есть, как у палатки, знаете, такие скобы, которые вот сюда в дырочки вставляются, чтобы она не уезжала никуда. И на эту штуку уже можно класть полотенце, чтобы было меньше песка. Про цены. Значит, каяк аренда стоит 100 бат на человека. Аренда сапа стоит 300 бат. Не знаю, почему такая большая разница. В принципе, пофигу. Мы возьмем каяк, раз он настолько дешевле получается. Сейчас Саша сходит сначала так посноркать, посмотрит, что здесь около берега. И потом уже поплывем к этому островку. Так, ну что, ребятки, Саша уже посноркал. Посмотрел, какой здесь подводный мир. Сейчас я вам вставлю кадры, что он наснимал. И после этого мы пересаживаемся на каяк и плывем к этому чудесному маленькому островку. Ну что, мы готовы арендовать каяк. Идем сейчас, нам проведут инструктаж и оденут жилеты. Берем с собой маски для снорклинга на всякий случай и гоупрошечку. Так, в общем, каяк стоит 100 бат с человека. Если вы вдвоем берете, то он будет стоить 200. Но это не значит, что вам, что, типа, чем больше людей, тем дороже каяк. Нет, просто для двоих дают большой каяк. А если вы один, то дают маленький. Вот вся разница. Когда волна, когда волна, вот стоит 2 бат. А если вы подводите, то вы подводите, то вы подводите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ребята, это потрясающе! Такой подводный мир! У меня аж руки трясутся! Это так красиво! Слушайте, ни на какие острова плыть не надо. 100 бат каяк. И рыбы, они не пуганные. Они просто подплывают и смотрят на тебя. Их, я не знаю, они не пугают. Их, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Их, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Вот это, по крайней мере, мне кажется, лучший снорклинг, который был у нас. Мне кажется, чем-то на Красное море похож. Столько рыб, и они такого количества. Кораллы все живые. Потрясающе! Просто потрясающе! Как теперь жить здесь, на Пхукете? Знаешь, что там такой подводный мир. Вот так, рядышком. Обалдеть! Единственное, что, если поплывете, обязательно одевайте обувь или коралки. Лучше кроксы. Потому что я еле вылезла с каяка. Там негде причалить. Нет берега. Только на камне, если. А камни все в ракушнике. Поэтому ноги 100% порежете, если пойдете без кроксов. Я без кроксов пошла, но я сразу прыгнула в воду. Поэтому обувь обязательно с собой берите. Так, ребят, мы добрались до Бухета. Называется он Шивуши. Находится на Патонге в торговом центре Giant Ceylon. По цене, смотрите, самый дешевый вход здесь 469 бат. Входит все вот это вот мясо с суши, чуть-чуть фруктов. Дальше идут уже разные виды мяса. Есть 669 бат. Вот такое вот мясо австралийское. И чуть-чуть другие морепродукты. И есть еще какое-то 569. Здесь вот такое вот мясо входит. И вот такие вот штукенции. А еще интересно, смотрите, 569 это до налогов. А с налогом на 609 получается. Выглядит это вот так. Вот, ребятки, здесь тарелочки ездят. Сейчас мы подождем, стол для нас уберут. Потому что 6 вечера уже все занято почти. Также здесь ограничено по времени. По-моему, то ли час, то ли полтора часа. Вот, вы можете кушать все, что хотите здесь. И потом нужно встать и оплатить счет. Иначе отсчет пойдет еще раз, еще этого времени. И нужно все доедать. Ну, как все доедать? Если там кусочки чего-то останутся, ничего страшного. Но если вы прям много всего наберете, даже не притронетесь к этому, то здесь так не принято. Так, ну что, мы усели. Сейчас вам буду показывать, как здесь все это действует, работает. Мы выбрали средний по цене. По 609 бат. Боже мой, у меня на голове. Я только что голову помыла после пляжа. Высушу ее. По 609 бат выбрали, это уже с налогами. И сейчас будем смотреть, что нам будут приносить. Потому что до этого мы заказывали самое дешевое. И как бы дешевое это не приносит. Ты просто берешь все, что здесь ездит. А мы сейчас заказали более дорогое. По идее, мы можем еще по меню заказывать. Смотрите, как здесь ездят тарелочки. Любую тарелочку можете брать и мяско варить. Нам сейчас суп еще принесут, в котором нужно вот это вот все варить и готовить. И в тарелочках ездят. Ну, такие, знаете, для супа. Приправки всякие. А еще здесь есть суши. Можно сесть за барную стойку. Вон там барные стойки. А можно сесть за стол. Мы выбрали стол. Так будет удобнее. Сейчас нам сюда еще тарелку принесут с супом подогреваемую. И будем кушать. Также еще здесь есть суши разные. Смотрите, какие с лососем. О, очень вкусные. Можно любые брать тоже без ограничений. Это все входит даже в самый дешевый прайс на буфет. Помимо суши здесь есть креветки, рыбка, гёдзе. Соусы можно себе добавить разные. Тарелочки взять. Здесь японская карри и японский рис еще есть. И есть чуть-чуть фруктов. Арбузик, ананас и вот такие вот желешки. Здесь суши, кстати, очень вкусные. Всегда она и свежайшие. Смотрите, какие красивые. Вообще суши в Таиланде дороговатые. Но вот именно в таких буфетах получается, мне кажется, выгоднее даже кушать. Смотрите, сколько лосося. О, вкуснятина. Саша тем временем считал QR-код, который нам вон там принесли. И по нему сейчас заказывают всякую еду. О, и нам уже принесли чан. Здесь два вида супа. Грибной и еще какой-то мы заказали. Куриный. Вот он сейчас нам включил температурку. Суп будет кипеть. И в нем можно будет брать все вон там вон с тарелочек и варить это все. Так, мы сделали заказ. Пока здесь вода закипает и нам несут заказ, мы набрали себе суши. Такие вот разные, вкусные. Тут же к ним безлимитный имбирь, васаби. И тут же соевый соус. О, как я скучала по ним. И сейчас еще нам должны принести наше мяско, которое будем вот здесь вот варить. Набирает свёпок, релеточку взял. Накладывает. На самом деле большой выбор суши, как только какие-то съедаются, приносят еще. Давайте с вами сейчас попробуем что-нибудь. Палочки. Так, вот такое вот возьмем с лососем. О, бомбическое просто. Очень вкусно. Очень такой свежий лосось. Хороший имбирь, хорошая васаби. Ммм, потрясающе. А вот принесли и наше мясо. Это сырое, разное мясо. И мы его будем сейчас варить. А это Саша себе набрал. Всяких тоже суши и креветки еще в кляре. Красотень. Просто красотень. Ой, еще нам вот такое принесли. Слушайте, полный стол прямо у нас. Обалдеть. Как это съедим, можно еще заказывать, потому что ограничений по еде, по количеству здесь нет. Итак, ребят, давайте для начала отправим мясо вариться. Один кусочек отправляем в куриный бульон и пару кусочков в грибной. Честно, их очень тяжело разлеплять. Они настолько тонкие, что мне кажется, что через них можно смотреть насквозь. И еще пара уходит сюда. Один уходит сюда. И, пожалуй, давай еще вот этот. Вот эту тарелочку мы тоже отправим в жерло нашей кастрюльки. Они опять слиплись. Пока они варятся, давайте попробуем суши. Ух, и с сушими выбор огромный. Прям на любой вкус можно что-то подобрать. Здесь многовато риса, к сожалению. Но... Достаточно вкусно. Теперь давайте попробуем гёдзу. Гёдзу это такой пельмешек. Здесь их зажаривают. И завозюкиваем в соусе. Так мне нравится. Курица, травка и хрустящая панировка. Кстати, весьма-весьма прикольно. Так, я думаю, наше мясо уже сварилось. Видите, как думаете? К мясу здесь подается такой соус. Он острый. Иногда бывают неострые варианты, поэтому уточняйте. Может быть, могут принести неострый, и это будет сильно вкуснее. Мне кажется, это говядина. Ну, кстати, да, хорошая горешка. Пресненькая, потому что никаких специй нет. Надо было соус макать. Ну, либо еще что-нибудь соображать. Очень прикольный способ готовить. Знаете, девочки могут обвинять мальчиков, что мы не участвуем в готовке, а здесь участвуют все. Что хочешь приготовить, то и кидаешь в общий котел. Так, ну что, мы поели. Здесь, кстати, еще включено стоимость мороженое. Можно есть неограниченно напитки. Кока-кола, чай, алкогольных нет напитков. Точнее, они не включены. И мы вот заказывали мясо. Мясо-заказ, это потому что мы брали более дорогой вариант. Если вы берете самый дешевый, то у вас только вот то, что здесь ездит, и суша. Итак, ребят, давайте посмотрим, что здесь ездит. Вот это какой-то фарш с зеленью, ливер какой-то, я не знаю, печень, возможно. Запчасти от рыбы, трава, грибы. Вижу, там еще много разного мяса, яички. О, кальмарчики ездят. В общем, ездят такие достаточно распространенные продукты, которые многие из вас знают. Все это нужно сварить и получить прекрасный бульончик. Здесь есть ограничение по времени. На прием пищи отведено полтора часа. И на чеке у вас будет написано время, когда вы начали и когда нам закончили. Мы покушали чек у нас на сколько вы еще? На 1217 бат. Объелись, конечно, есть только нельзя. Это было очень вкусно. Вот вам совет. Если знаете, что пойдете вечером в буфет, не обедайте. То есть не обедайте и не ужинайте. Идите на голодный желудок. Чтобы побольше съесть. Саша говорит, не ешьте трое суток. Да, это точно. Но в целом очень вкусно было. Ну что, ребят, я надеюсь, вам было вкусно так же, как и нам. Подписывайтесь, ставьте лайк. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok